Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Просто о вере» с вами я, священник Николай Зинин, и мы поговорим о современной ситуации. Вирус, коронавирус, пандемия всеобщая привели к тому, что вопрос смерти стал для нас более актуальным и приблизился, скорее всего, каждому из нас на шаг, потому что много знакомых среди нас, кто-то, может быть, уже переболел. И в связи с этим возникает потребность осмыслить и с христианской точки зрения посмотреть вообще на проблему смерти, на проблематику смерти, похорон, потому что неосмысленно, когда остается этот вопрос, он порождает множество страхов, которые парализуют и лишают нас радости, в том числе той радости, которую принес на землю Христос, победив смерть. Поэтому сегодня о христианском отношении к смерти, о литургическом измерении этого отношения мы поговорим с нашим гостем, экспертом в области литургики, исполняющим обязанности ректора Самарской духовной семинарии, протоиереем Максимом Кокарем. Добрый день. Добрый день, отец Николай, добрый день, дорогие телезрители. Отец Максим, безусловно, в ситуации похорон, проводов близкого человека на первое место выступает мотив скорби, мотив расставания. Но вместе с тем мы знаем, что и христианское благовестие нам об этом говорит, что вместе с тем есть у нас надежда и радость жизни вечной. Вот как эти два мотива в чине отпевания вообще перекликаются? Есть ли они там, как они отражены? Ну, вы совершенно правильно сказали, что они оба там есть. Другое дело, что их там надо еще увидеть. То есть это надо быть внимательным. Ну, это касается не только этого, скажем так, чинопоследования, но вообще нередко вот мы грешим таким не очень внимательным отношением или каким-то однобоким. На самом деле, даже вот в том виде, в котором сейчас наше чинопоследование погребения сохранилось, оно такое вот двойственное по содержанию. Конечно, оно не лишено, и там достаточно ярко выражен момент скорби. И, кстати, об этом тоже надо сказать, почему мы к этому тоже спокойно относимся. То есть иногда можно слышать такой упрек, уже обратный. Вот когда ты сталкиваешься с своим благовестием пасхальным, с благовестием победы над смертью, а вот в реальном отношении, в реальных каких-то проявлений чувств все равно видна эта скорбь. И вот человек неверующий, который хочет как-то так вот какой-то каверзный вопрос задать или как-то так спросить, говорит, а что же вы тогда вот плачете? Да, вот смотрю там, вот все верующие люди вроде бы как, даже более-менее восраковленные, осознанные, вот ваши похоны, вот тоже нет-нет, да кто-нибудь один, а то и не один, всплакнет, а то и сильно. Вы же говорите, что вот там, да, надо, не надо плакать, надо так как-то вот по-другому к этому относиться, потому что вот смерть это не полное исчезновение, да, не аннигиляция, не какая-то не полное распадение человека. Типа вы же говорите, что это вот не так страшно, как, допустим, вот с точки зрения материализма, да, абсолютно вот такого, да, законченного. Что же вы тогда плачете? Вот, и тут приходится объяснять, что, ну, боль-то человеческую вообще никто не отменял, причем это боль, здесь вот просто акценты правильно должны быть расставлены, это не оплакивание вот человека ни в коем случае, потому что эти причитания там на кого-то нас оставил, они все равно показывают, что мы плачем о себе, то есть на кого ты нас оставил, то есть нам... Такое эгоистичное такое начало. Ну, отчасти, ну, это нельзя считать там действительно прям эгоизм, это естественно, наверное, все-таки, да, то есть, ну, больно же, то есть вот у тебя был кусок жизни, да, то есть, и даже ты все прекрасно понимаешь, что там, да, и ты стоишь в вере крепкой, ты понимаешь, что за этим что-то есть, да, за этим есть иная жизнь, вот, но вот сейчас, вот тебе дальше жить здесь, а ты не можешь так, как раньше, в глаза посмотреть, да, ну, то есть ты можешь смотреть сколько угодно фотографий, ты можешь сколько угодно вспоминать, но вот именно так, то есть есть какие-то уникальные ощущения, которые уже, ну, действительно не вернешь, поэтому так стараются и последний раз посмотреть на человека даже вот в лежащего, приготовленного к погребению. То есть, вот до революции была интересная практика, много фотографий нахожу, где фото на фоне покойного, то есть вся семья там крестьянская собирается, в центре гроб там, и вот фотографировались люди, это тоже, наверное, что-то есть за этим, да? Я думаю, что да, в этом было, по крайней мере, более такое спокойное отношение, да, то есть как-то память, но без... у нас сейчас вообще тема сместна, ну, в нашем обществе, привыкшем к все-таки такой спокойной жизни, в обществе, ну, это вот уже штамп, такое общество потребления, как-то про смерть неудобно уже. Наоборот, она как-то отодвигается, да? Совсем отодвигается. Это почти... За границей как-то вот восприятие. То есть люди стараются жить так, как будто ее нет, как будто вот, как только человек усоп, и как-то вот сразу так вот забыть. Даже сейчас такое, к сожалению, мне не нравится эта тенденция, хоронить из больницы человека иногда там, даже вот в дом не заносить, чтобы... Как минимализировать вообще вот контакт со смертью, видимо, это тоже какой-то глубинный страх такой, да, который не очищен вот именно верой, не очищен христианским, да, пониманием. Ну, это страх, да, это, естественно, страх, и вот об этом говорить, когда ты пытаешься там человеку объяснить, что, ну, если человек долго болеет, и болезнь явно к смерти, ну, какая-то, да, там, тяжелая, там, допустим, онкология тяжелая степень, когда, в принципе, чудо, оно может случиться, наверное, всегда, но вот объективно надо готовиться к тому, что будет переход вот этот, и, ну, надо подготовить, надо даже с близкими поговорить. Нет, что вы, что вы, что вы, как? И люди вот этого, ну, явное порой лицемерие, ложь, вот эта ситуация в больнице, когда все знают, что человек уходит, человек об этом не говорят, и все, сдерживая себя, да, проявляя в ненужном месте недюжинное, так сказать, натягивают улыбку на лицо, да, и вот себя, так сказать, вот, не, все будет хорошо, вот там ты врут, прямо откровенно человеку, ты обязательно поправишься, вот все, все. И вместо того, чтобы человеку, ну, как-то все-таки дать возможность, осознать, да, и самому даже человеку, уходящему, начать как бы готовиться к этому таинству, ну, вот поддерживать не до конца, всячески, прямо изо всех сил стараясь, вот, поддержать эту надежду, считать, что это правильно, считать, что это вот именно та воля к жизни, которая должна быть, и что поэтому, пусть лучше он, зная, почему, что он уходит, но пусть лучше он уходит, вот, цепляясь, да, не готовясь, это не очень правильно, хотя понятно, что люди в ступоре, люди в шоке, когда узнают вот о такой болезни, люди в ужасе, вот, но так потихонечку пытаясь сказать, что, ну, лучше мы человеку не сделаем, да, и вот эти наши оплакивания, конечно, они иногда имеют нехристианский характер, вот, но с другой стороны... Но мы их не исключаем, то есть мы принимаем это, как одно из частей нашей жизни, как бы... Да, потому что это, ну, вот, что верующий, что неверующий, когда вот, возвращаясь к вопросу, адресованному от неверующих, да, то есть больно-то одинаково всем. Ну, и Христос плакал при вести о Лазаре. Ну, то есть, скажем так, для человека, не знающего Писания, это не аргумент, поэтому, если человек говорит, вот, какой-то там, ну, там, бросает этот такой упрек, то мы просто, да, говорим, что, ну, просто потому, что, вот, как кусок, да, там, жизни, там, естественно, вынули, и ты понимаешь, что ты... Да, мы чаем, мы все стоим, мы символы веры все помним прекрасно, да, то есть, то, начиная с словами веры во единого Бога, отца вседержителя, а заканчивая словами чая в воскресенье мертвых и жизни будущего века. Так, мы чаем встречи, да, то есть, надеемся, ожидаем напряженно, но при этом, при самом, вот, боль расставания все равно боль расставания. Это, я говорю, как, ты, ну, не знаю, там, провожаешь... Даже временное расставание, оно все равно боль причиняет человеку. Можно и просто, там, в другой город провожать, там, супруга, заплакать. Вот это самый яркий пример. Стоишь на вокзале, понимаешь, что это, ну, на какое-то время, чем дольше это время, тем тебе тяжелее, там, ты понимаешь, уй-ой-ой, сколько ждать, а тут ты не знаешь, да, как времени этой встречи. Время, ну... И стоишь на вокзале все равно слеза сама льется, поэтому, чего, какие претензии можно предъявлять человеку, даже искренне, сильно верующему, что вот у него слезы на глазах, да, ну, понятно, что... А для нас изнутри, да, для верующих людей, когда они спрашивают... Это, кстати, иногда еще есть другая сторона медали. Иногда неверующие люди, наоборот, вернее, верующие, в чем очень такие, я бы сказал, профессиональные... Стараются не плакать, да? Профессиональные, православные. Нет, ладно, когда человек сам старается не плакать. Если вот такие, ну, когда бабушка приходит, да, очень такая церковная, начинает на всех ругаться, нельзя плакать, грех плакать. Вот это другая сторона медали. А еще это грех, если Христос сам плакал, да, и вот эту боль переживать, это совершенно нормально. Мне кажется, это тот же страх, просто с другой стороны, как-то он выдавленный такой. С одной стороны, страх просто смерть, с другой стороны, страх что-то сделать неправильно, там, есть же суеверия по этому поводу. Вот, вот, страхи что-то сделать неправильно, у нас тоже есть. А вот интересный факт, на могилах древних христиан часто встречается такая надпись «Он жив, она жива». То есть, что вот в сознании ранней церкви, что выходило на первый план, что помогало вот этот кризис смерти, расставания, как-то прожить по-другому, да, в свете именно Евангелия, Благовестия? Ну, вот, собственно говоря, именно эта весть, да, то есть, понятно, что мы видим, ну, здесь говорю, двойственница в том, что объективно мы видим еще неполную эту победу, да, то есть, в том смысле, что, ну, опять, что мы называем победой над смертью, что мы называем смертью. То есть, вот здесь, по большому счету, в глубины христианского сознания вот победа над смертью, которую принес Христос, это победа над смертью главной, над смертью нетелесной. То есть, вообще, телесная смерть, это, ну, скажем так, я бы даже не назвал это смертью, да, то есть, у нас даже, у нас, собственно говоря, если мы откроем еще на последование православное, там слово-то другое фигурирует, успение. Мы называем человека уходящего усопшим, то есть, спящим вообще. То есть, если смерть, как окончательное, значит, вот падение в эту пропасть, да, то есть, мы помним, что до Ветхий Завет, это такая эпоха, когда после грехопадения, да, вот эта пропасть, она была непреодолима. И это ощущение непреодолимости и того, что за телесной смертью ничего хорошего нет, благую участи нет. То есть, вот этот вот шеол Ветхозаветный, это безрадостное существование даже для праведников, что страшно. Да, праведники, может быть, не терзаются страшными мучениями, потому что они не имеют греха, но радости, там, богообщения, там тоже нет. Это что-то такое. Даже Лона Аврамова, да, это, ну, вот, какое-то томление в ожидании Мессии, который должен прийти, там, да, и поэтому вот эта икона Воскресения Христова, где Христос выводит негрешников даже, праведников, там цари Соломон, Давид, все же помнят эту икону, и он их из ада выводит. И вот это Ветхозаветное ощущение, что вот все, конечно, оно, ну, Новозаветные люди уже по-другому совершенно переживали. То есть, да, телесное расставание остается, но, во-первых, оно совершенно очевидно временное, вот, и это просто лишь, ну, просто лишь это легко сказать со стороны, родственникам все равно, остающимся тяжело и больным, ну, то есть, естественно, близким, но это все-таки, да, не переживается уже так трагично, поэтому, конечно, вот этот, я бы сказал, какой-то бунт и восстание против объективной реальности смерти, он выражается, да, в том, что мы всячески, ну, противимся. Ну, в посланиях Павла, например, он пишет, «Наша смерть сокрыта со Христом в Боге». То есть, мне кажется, тут выступает на первый план именно акцент на жизни во Христе и самого Христа, его жизни воскресения, смерти воскресения. То есть, как-то вот все равно у нас, да, в сторону такую персоналистическую, да, эпоха сдвигается, мы слишком часто порой современный человек на себе, да, как-то вот зациклен, да, внимание в основном он, каждый из нас обращает на себя, и в этом, как бы, вот, может быть, страх это и усиливает, да, если вот посмотреть с этой перспективы, что ранняя церковь жила Христом, ну, более, может быть, да, полно, чем... Он же не «я живу», но живет во мне Христос. И вот это позволяло, наверное, проще относиться и к своей. Если моя жизнь со Христом в Боге, может быть, тут даже есть какая-то связь с Таинством Крещения, как-то вот перекликается. Абсолютно, это видно по тем, и по тем текстам, которые в Таинстве Крещения, потому что парадоксальным образом, да, Таинство Крещения, это мы, ну, часто называем его новым рождением, но каждый, кто присутствует и внимательно слушает, ну, если, я подозреваю, что далеко не все из приходящих, да, и участвуют... Ну, если батюшка не сделает акцент, то можно, да, и не услышать. Но, в принципе, если вот мы, я в последнее время достаточно давно уже, да, то есть читаю, по крайней мере, ну, Писание, на русском, да, то есть, что было более... Ну, вот человек стоит, и, в принципе, я вижу, что он слышит, да, когда читается послание апостола Павла, тот кусок, который читается во время Крещения, потому что, скорее, через слово звучит смерть, да, те, которые во Христа крестились, во Христа облеклись, там, да, и крестились... Погреблись крещением в смерть. Да, погреблись крещением в смерть, совершенно верно. Но, то есть, там, надо слушать еще внимательнее, потому что там не только про смерть, но там ключевой момент, если мы с Христом умираем, то есть, в нем и воскресаем, то есть, вот эта главная интенция, да, то есть, понятно, что... И даже внешне, там, мы говорим о том, что вот это вот погружение троекратное, которое мы постоянно говорим, что это символика, да, вот погребение и восстание, то есть, действительно, погребение, но выражение, потому что, с одной стороны, у нас, мы постоянно говорим, что вода вообще, это стихия, ассоциирующаяся с жизнью, она дает жизнь, без воды ничего не живет, и вот сколько в Писании мест, где говорится именно о воде в смысле жизни, да, вода, скачущая в жизнь вечную и прочее, 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 но, если быть внимательным, вода, это такая вот амбивалентная история, потому что потоп всех погубил, и человек в воде-то не приспособлен жить, и поэтому воду это действительно погребение, то есть, ну, с одной... И в то же время... И в жизни погребение. Да, и в то же время восстание из нее, рождение, поэтому, конечно, человек, который уже, вот, может сказать вместе с Павлом, что не вот прям я один живу сам по себе, да, вот, даже не столько персоналистично, сколько индивидуалистично, да, то есть, вот, просто я сам по себе живу, и один я на один со смертью, да, и мне поэтому так страшно, и такая беда и печаль, вот, то, ну, если я осознаю, что я живу во Христе и со Христом, а, там, вот, у Павла четко сказано, что Христос уже не умирает, да, вот, единожды в мире, да, смертью не обладает, он ее победил, и выясняется, что да, что смерть уже, конечно, это все равно еще телесное оставание, это все равно еще вот это вот более прочее, особенно для близких, для остающихся, но уже вот для самого человека, да, она не такой абсолютной, тотальной, непреодолимой трагедии, она не видится, потому что, ну, а так, вот, вне этого действительно смерть это то, перед чем человек цепенеет, просто, да, это же ужасно. Вот, возвращаясь к нашему последованию, с одной стороны, там есть место для вот этой обычной, такой, первого пласта, обычной человеческой боли и скорби. Там вот это есть стихи, «Плачу и рыдаю», когда вижу, так сказать, лежащую в огробе земную красоту, там, да, то есть такая еще, как бы, ну... Это еще прямо из Гильгамеша, да, из рассказа то же самое, когда вот он увидел друга своего, там, разлагающегося, да, то есть первый ужас человека, да, вот, осмысливающего происходящее именно с толкновения со смертью. Да, и в то же самое время удивительные есть места, которые, конечно, хуже, наверное, видны, ну, может быть, там не делаются акценты, да. Они просто, наверное, менее привычны к сознанию. Да, когда человек выхватывает, я думаю, «Слышь, плачу и рыдаю», понятно, то есть чин отпевания, да, погребения, он выглядит, как такая плащ погребальная, да, но это не совсем так, потому что и в некоторых случаях это вообще сделало какую-то такую, даже с литургическим, наверное, сознанием, интересную метаморфозу. Там есть один из самых ярких примеров, это Икос после Кандака, вот со святым и покоем все мы, значит, знаем этот Кандак, а потом поется сам единый, и бессмертный Икос. И там в конце вот самая последняя фраза, надгробную творящую песню «Аллилуйя». То есть и в принципе в человеческом сознании складывается ощущение, что «Аллилуйя» — это такое заупокойное песнопение, что это есть надгробная песнь, вот, и некоторые, ну, действительно, да, и вплоть до того, что вполне себе верующие люди, да, то есть и даже вот там разговариваешь с теми же студентами, да, то есть как молодое поколение, как те же семинаристы воспринимают... Воспринимают вообще этот... Да, ну, то есть «Аллилуйя» — такой вот мы приходим надгробом, поем эту песню, да. Просто такая песня, которая положена петь при погребе. Да, да, и вот поэтому все, что с «Аллилуйей». А на самом-то деле... На самом деле там вот надгробная песня, творящая «Аллилуйя». То есть мы из надгробного рыдания делаем песню радостную, потому что я спрашиваю, у нас какой... С чего взяли, что «Аллилуйя» — это, собственно, по содержанию своему... Где мы можем увидеть, что это имеет отношение какое-то к погребению, что «Аллилуйя» — это самое универсальное хваление там, дальше Ветху Завета. То есть это воздушь радости вообще? Хвалите Господу. Да, да, то есть это... Причем абсолютно однозначно, да, такой вот прославляющий Бога. И выясняется, что в этом тексте мы призваны изменить наше привычное, ну вот тоже, в принципе, не сильно порицаемое. Превратить. Вот да, здесь церковь говорит, что мы вот убиваться-то точно не должны. То есть мы должны наши, вот вместо нашей надгробного нашего рыдания и убивания должны творить хвалебную песню. Аллилуйя, да, хвалите Господа. То есть и вот это, конечно, сложно, потому что человек действительно на своем горе бывает зациклен, и вот когда ты ему говоришь, что, ну вот, там, говоришь ему о победе над смертью, о Христе, но он видит своего усопшего, который вот... То есть тут надо быть осторожным, ну, как бы, может быть, осторожно говорить об этом человеку и не требовать, что ты должен, ты должен радоваться. Это тоже. Поэтому в нашем членопоследии все-таки есть совершенно ярко выраженная тема скорби, потому что, ну, нельзя отнять у человека, наверное, вот эту возможность, если Христос скорбел, а друге усопшим, да, то есть это для нас очень важный пример. При этом есть какая-то грань, когда начинается вот это убивание и когда начинается какое-то, ну, переходящее в отчаяние, да, и в какие-то в уныние, да, и вот просто вот это такая... Вот когда за этими слезами они становятся некой стеной, за которым уже нет света. То есть просто вот пелена, там, такая, падает на человека, это уже, конечно, наверное, не конструктивно для христианского сознания, и поэтому нам в то же время в нашем членопоследовании вот есть вот этот вот призыв все-таки нашу... Трансформировать нашу погребальную песню в хвалебную песню Господу, потому что, ну, вот... Ну, и хотя бы стремиться к этому, как бы, как идеал такой. Это скорее цель, да, совершенно верно. Вот протеорей Александр Шмемен, он в одном из своих докладов интересную мысль высказал, что человечество сейчас, мы живем в эпоху Великой Субботы, то есть когда Христос во гробе, то есть когда мы хороним кого-то, когда мы сталкиваемся со смертью близких людей, родственников, знакомых, то мы видим только вот положение во гроб, мы еще не видим именно вот этого воскресения, да, поэтому так трудно в этом удостовериться, невозможно в этом. Но вот тут интересная как раз связь прослеживается, что вот именно погребение Великой Субботы, потому что и Христос режал во гробе, и его тоже оплакивали там, и тоже это, в принципе, и для церкви такая, с одной стороны, скорбная служба, вот в чинопоследовании Великой Субботы, с другой стороны, одна из самых торжественных, потому что вот утренняя Великой Субботы, она по торжественности, ну, наверное, вторая после пасхальной утренни, вот в годовом, в богослужебном, да, вот какие, может быть, элементы, есть ли именно литургическое какое-то вот перекликание в чине погребения, именно с чином Великой Субботы, может, какие-то элементы? Однозначно есть, потому что это, собственно, как вы сказали, действительно, чин Великой Субботы, это чин такой надгробный, сам к себе, да, то есть и другое дело, что как раз вот он задает тон, характер, мы же не, да, мы с одной стороны понимаем, вот эту вот двойственность мы видим и по отношению к нашим предпасхальным дням, вот то, о чем мы должны говорить, что есть и в чине погребения обычных людей, да, то есть есть место скорби, и там есть удивительное вот это место скорби близким, это просто, ну, то есть вы наверняка помните, это чуть раньше, не на утренней Великой Субботы, там у нас после, на вечерней, после выноса плащаницы, канон Плащ Богородицы, Плащ Богородицы, да, вот это вот, где совершенно проникновенно и где, ну, вот очень искренне, и вот эту боль ты чувствуешь. Человеческая такая очень понятная. Мать хоронит сына. То есть не просто хоронит, а вот эта казнь, которая ужасна. Не дужевает. Да, да, то есть, причем, самое, это даже нельзя понять, наверное, вот в простом человеческом разрезе, потому что это не просто обычная мать хоронит, обычного сына, это мать, которая знает его тайну, это, наверное, единственное, что мы знаем из Евангелия, то есть для всех его жизни, по крайней мере, первые там 30 лет, да, были достаточно обычной жизнью, и до конца вот все, что произошло там, да, вот в день Благовещения, да, и потом, и рождение, вот это, ну, это знала она, это знал Иосифа Обручника, эту тайну, пока он не ушел очень рано. И вот для всех остальных это, да, то есть вот почему Иисус говорит, что нет пророка, который был приятен в своем Отечестве, он, как обычный человек, праведный, конечно, но для всех остальных было сложно потом принять то, что он о себе говорил. И то есть, ну, вот до конца, до абсолютного предела, но если мы будем думать, да, кто мог знать эту тайну в абсолютном смысле, ну, это, конечно, столько Мария, да, то есть, и вот, то есть, зная все обетования, вот это самое страшное, зная все, зная, что сказано, что вот и в Архангелом Гавриилом в день Благовещения, что вас сядет на престоле Давида отца своего там вот и так далее, будет спасителем, и тут вот это все, то есть, понятно, она всеведением не обладает, она видит то, что видит, и вот как вот это совместить, и как при этом не потерять веру в те обетования, которые даны же вообще, когда все рушится, и все вот, недоумевание, это мягко сказано, так сказать, и вот, и принцип в нашем богослужении, да, на этом, кстати, может, акцент не делается такой, вот, чтобы мы читаем, выходим этот канун, да, но все-таки, да, смысловые центры, они, наверное, про Великую Субботу, уже про утренню, и это действительно удивительно такое, но, с одной стороны, вот на литургии, да, когда мы поем, домолчит всякая плоть человече, то есть, это момент, когда мы даже говорить-то ничего, в общем-то, наверное, и не можем, и не должны, но пытаемся, да, то есть какие-то... Ну, наверное, тоже перекликается, когда вот приходится, да, вам тоже участвовать в отпевании, что иногда с таким вот горем ставкиваешься, что понимаешь, что, как бы, слова не подбираются, просто в этом можно побыть с людьми молча даже, да, в некотором случае нужно поддержать, ты видишь, что надо сказать, а в некотором случае... иногда прям вот... И поэтому, то есть, когда я говорю, что вот, там, опять возвращайся, не плачьте, да нет, если плачется, надо, наверное, поплакать, это совершенно... Просто иногда боль такая, что уже даже и не плачется, То есть это, по-моему, так любимый с нами, вами с нами, митрополит Антоний Стружеский переводит один из таких примеров, что он же вырос в Персии, на определенном возрасте. Он рассказал, что в Персии есть такая притча про князя знатного, которого враги, значит, поймали, и у него на глазах убивали всех друзей, чтобы причинить наибольшие мчи. Он плакал, горевал по ним, а последним актом было, когда принесли, и у него на глазах убили его сына. У него мускул не дроган на лице, у него было лицо абсолютно каменное, спокойное, такое, историческое. На что главарь вот этих вот, значит, оппонентов, скажем так, который все это затеял, он в ужасе сам воскликнул, насколько же велика твоя скорбь, что ни одной слезы не нашлось, чтобы ее выразить. То есть это вот предельная скорбь как раз такова, что там даже уже ни слов, ни слез порой, ничего. И вот это вот молчание, тишина, но при этом все-таки, когда мы говорим о Великой Субботе, за этой болью, ужасной болью, и болью матери, и болью всех нас оставленных, за ней, конечно, уже виден свет Пасхи. Нам не так тяжело, как им, как мироносицам, как ученикам, которые света Пасхи пока еще не видели. Нам-то, конечно, мы переживаем, но это все немножко уже, конечно, сглаживается. И если говорить о литургических смыслах, то, наверное, одним из самых, да, вот таких перекликающихся, если брать вот им чисто литургические, уставно, скажем так, то, наверное, это вот, когда мы говорим о семнадцатой кофизме, то есть у нас ее воспринимают, как, так сказать, такую... Она уже вошла в такой разряд заупокоенных кофизм. Да, вот любой скажет, да, человек более-менее сталкивается с страховной реальностью, что когда человек умер, да, надо читать Пасхалтирь, но особенность, ты всю не успеваешь, да, ну хотя бы семнадцатой кофизм. Но мало кто вникал в ее содержание, да, и почему... В литургическом измерении это же радостная, как бы, песня, да, она положена в субботу, ну, в воскресную. Вообще-то каждое воскресенье, каждое воскресенье на все ночные дни. Ну, практически каждое, там в Типиконе есть нюансы, но, в принципе, положено. Другое дело, что мы не... Что мы не исполняем. Да, да, по Типикону, по Типикону, вот, большую часть года, то есть там или по Лилеи, или семнадцатый кофизм. Ну, большую часть года семнадцатый кофизм, да, вот. А вот по Дониконовскому уставу, даже если положено, по Лилеи он был вместе с семнадцатым кофизмом. То есть, насколько я понимаю, по Единоверческому уставу она всегда вообще, в любое воскресенье, вообще в любое. Ну, по крайней мере, Великую субботу тоже, она всегда в каждом храме тоже. Да, Великую субботу, уж хотя бы мы ее целиком. Так же, как и все зупокойные наши субботы, там, вот недавно была Дмитриевская. То есть она по смыслу тоже, как бы, как торжество все-таки, да, какая-то, как победная песня. Потому что если человек попытается приложить ее к себе, если мы вот, надо, как бы, ну, над человеком усопшим, обычным человеком, то возникнет немножко такой диссонанс, потому что там от лица явно праведника, да, и вот, ну, не каждый может, положа руку на сердце, да, себе сказать всеми словами семнадцатый кофизм. То есть о том, что я ходил всеми путями правды, никогда не нарушал, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы можем сказать, ну, так предположить, да, что это место семнадцатой кофизмы на отпевании, это, как бы, вот, усопший, это его, ну, он вместе с нами молится. То есть, как сказано в Писании, не хочу смерти грешника, но ежи обратитесь и живо быть ему. То есть мы, провожая усопшего брата, мы, как бы, вместе с ним, он с нами молится, он уже может, так сказать, наверное, да, более, там, свободно, как бы, вот, эти слова семнадцатой кофизмы к себе адресовать. Да, вот это очень такой, мне кажется, важный факт, который, к сожалению, теряется. Не только вот в нашем богослужении годовом теряется место семнадцатой кофизмы, но и в богослужении отпевания зачастую мы поем лишь несколько стихов начальных, там, каждой славы, то есть, там, шесть-четыре стиха, и это тоже может быть связано с тем, что мы не до конца понимаем ее место вот здесь в отпевании, что ее место именно... Нам привычнее спеть, там, да, вот, плачевая, да, да. Призвать вместе с нами, вместе с усопшим, который жив, мы верим в это, что он жив, вот эту песню хвалебную, да, победную, которая, да, стала у нас ассоциироваться, так же, как и Аллилуйя, да, с каким-то надгробным песнопением, хотя изначально, конечно, так и не было. Ну, потому что, да, потому что и Аллилуйя – это не оплакивание, и семнадцатый кофизм – это, в общем-то, не оплакивание, потому что мы четко различаем, что есть у нас тексты для зупокойного богослужения и есть для воскресного. Они все-таки немножко, да, скажем так, разные. То есть у нас то, что мы считаем, там, сугубой принадлежностью, да, там, воскресного богослужения, да, это, в общем-то, не зупокойное. И, в принципе, мы говорим, что с точки зрения устава они характерны их даже смешивать, по идее. То есть когда у нас начинают, вот самый яркий пример – это когда мы послужим первое зупокойное богослужение после Пасхи. Такое-то прямо по всему слову. Радоница. Там же вообще, извините, непонятно, что творится у нас порой, какие чинопоследования используют, честно, если. То есть спектр, поскольку литургически это никак не легламентировано, это вот та самая история. Спектр широкий. Спектр настолько широкий, что иногда даешься диву, что это винегрет, извините, какой-то литургический получается. Самое страшное, когда начинают, ну, то есть пытаться, во-первых, во вторник изобразить службу поминальных суббот, в общем, поэтому суббота съезжает на вторник, потому что там чисто субботние есть вещи, да. То есть совершают то, что обычно совершается в Дмитриевскую субботу, вот недавно было, да. То есть суббота. У нас есть поминальные родительские субботы, вообще день покоя, да, день усопших. Когда начинают такую же службу служить просто по кальке, по аналогии во вторник, это раз. А во-вторых, там идет тогда смешение странное. Если мы вот какие-то зупокойные вещи вставляем в утреннюю, то получается смесь пасхальных песнопений совершенно, с какими-то вот такими оплакивателями, там получается не очень правильно. Ну, да, спасибо большое. У нас, к сожалению, да, программа подходит к концу, но мы с вами обязательно встретимся еще раз и немножко уже поговорим конкретнее о глубоких христианских смыслах, о именно центральной роли Христа в вопросе вот именно расставания, погребения, возможно, чтобы нашим уважаемым телезрителям было на что опереться в своем христианском отношении, чтобы то, что нас ранит, конечно, и вызывает на скорбь, все-таки было как-то сверху вот озарено светом воскресения Христова. Спасибо вам большое за программу. Спасибо. Спасибо вам, дорогие телезрители. До встречи в следующей программе. До встречи в следующей программе.